В Харьковской области отец на месте обстрела нашел фото погибшей дочери, невозможно сдержать слез. Российские войска 26 сентября нанесли ракетный удар по Первомайску Харьковской области. В результате обстрела одна семья потеряла трех членов семьи. Щемящее фото, где отец держит фото погибшей дочери, опубликовала Суспильня. Так, отец погибшей дочери показал, что у них дома была их общая фотография в рамке, уцелевшая после падения ракеты. Также сообщается, что в результате российского ракетного удара погибли три члена одной семьи, девочка, пожилые женщина и мужчина. Жительница Первомайского Татьяна Касьянова, дом которой вместе с родственниками уничтожила российская ракета, рассказала, что на момент обстрела была в магазине неподалеку от дома. Я работаю в ста метрах от дома, ко мне пришли покупатели, стояла с ними разговаривающая, и слышим секундный взрыв, выходим, все пылает. Сразу смотрю, дома моего нет. У меня внучка была и мать в доме. Внучку нашли сразу, здесь они были с бабушкой. А мужчина в гараже, рассказала Татьяна. Татьяна Касьянова рассказала, как оккупанты убили ее родных, со спилн. Медиа. Также она добавила, что внучке было 13 лет, в декабре должно было исполниться 14. Мужчине Татьяны было 63 года. В одну секунду всего не стало. Ни родных, ни дома, ни двора. Одна секунда, и все. Пусть оно им вернется, говорит женщина. 13-летняя Наталья обучалась в интернате. Из-за войны занятия проходили онлайн. Татьяна вспоминает, как вместе с внучкой делала физкультуру. Отец девочки. Нашел на развалинах общую фотографию с дочерью. Кроме того, во дворе ударом побили гусей и уток. Уцелевших птиц отвезут в село под Первомайским, где жила погибшая женщина. Татьяна с сыном планируют перее. Окупанты нанесли ракетный удар по Первомайску Харьковской области, со Спилн. Медиа. Ранее мы сообщали, как отец читал молитву над телом погибшего 13-летнего сына в Харькове. Также мы писали, что девочка под Киевом притворилась мертвой, чтобы ее не убили кофиры. Текст озвучен с помощью Яндекс Спич Кит.